С чем я крайне не согласен, а в остальном мне очень нравится и партия власти, и наш президент, и премьер-министр. Оба вменяемые люди, оба любители пива, и оба запретили рекламу пива. Поэтому мы вам не можем показывать, что нужно и можно пить. А согласитесь, когда на рынке представлены в неимоверном ассортименте всякие гадости, вы обязательно должны об этом подумать. Но мы не можем про это говорить, что же так-то. Зато мы можем вам показать, что нужно есть, когда вы захотели выпить. Вот так вот, я извернулся. Естественно, таких мест, где можно и покушать, и выпить то, что можно, не так уж и много. Кафе «Советский Союз». И вот сегодня мы с радостью представляем ресторанный комплекс «Некеров Риджес», который располагается здесь, на проспекте Ленина, 130. Сегодня мы попробуем несколько блюд, которые очень хорошо употреблять летом. Ну и пить. Опять же, то, что нельзя рекламировать. Представляете, у всех рестораторов появилось уникальное предложение. Получить телевизионную рекламу в виде самым привлекательным, да еще и в 4 раза дешевле. При одном условии. Забота о здоровье горожан, а не только о своем кармане. А это включает качественные и недорогие блюда, и то, что производится в единственном правильном заводе в Верхневральске. Да даже не буду просить свою супругу, она просто иногда смотрит враждебные мне каналы, ну там, где товарищи себя ведут неадекватным образом. Но, скорее всего, опять сюда приедут люди и будут снимать ресторан «Некеров Ридж». Ну и хорошо. Другое дело, для чего мы здесь? Мы пропагандируем здоровый образ жизни и здоровое отношение к вашим финансам, в том числе. Даже дети здесь спокойно отдыхают. О чем это говорит? Потому что не так дорого. Что касается здорового отношения к финансам. Сейчас будет самое интересное. Мы попросим принести исключительное блюдо, это колбаски, к тому, что находится у меня на столе и что рекламировать нельзя. У меня попросили, опять же, акцентировать внимание на кулах, блюдо, 500 рублей. Вот это все. Для справки, один шашлычок в том заведении, где берут не самую качественную свинину, делают из нее то, что называется шашлык. Объясню, шашлык вообще должен делаться из говядины. Ой, простите, из баранины, что у меня? Это просто под впечатлением количества. Так вот, один шашлык, ну, два шашлыка, те же самые и получаются, собственно говоря. Гораздо интереснее попробовать натуральные колбаски. Одна из них из свинины, другая из говядины с сыром. И третья, ну, он тоже из говядины. И вот это все к тому, что рекламировать нельзя. Но надо попробовать. Как же это? Покушать колбаски в настоящей атмосфере исключительно хорошего и настоящего ресторана, опять же. Не так много ресторанов мы в последнее время показываем, потому что, честно говоря, вот как бы так. Я только попытаюсь немножко покушать. Каждой колбаски понемножку. Так, если я правильно понимаю, вот это колбаска со свининкой. К ней еще соус предлагается. Колбаски на гриле. Очень, очень вкусно. Прям рука тянется. Но об этом чуть позже. И уже в интернете. Это такое блюдо, с таким хлебушком, я легко отдам 500 рублей. Потому что вы видите, что это не только колбаса, но и шикарный гарнир. То есть сразу чувствуешь себя настоящим человеком. В общем, самое главное в ресторанном бизнесе, это чтобы студент получал удовольствие. Их глаза кормят также желудок. А когда тебя еще и так кормят? Колбаской. Это хлебушок. Я даже соус еще не попробовал. Ну ладно, а по нашимскому? Так попробуем, что ли? Да ладно. Я по-своему. Все-таки немножко я не сильно отличаюсь от того слесаря или того металлурга, который смотрит. Да, вы тоже можете это делать. Просто умотребительная процедура. Количество эфирного времени не ограничено. Поэтому мне приходится так быстро все кушать. Но то, чем я себя не ограничиваю, это возможность с вами поделиться радостью. А вот для этого есть интернет. И рано или поздно, когда телевидение умрет, вы наконец-таки поймете. Ты можете сказать мне спасибо за то, что все свои сюжеты, а их не менее 1200 за последние 5 лет, я скомпоновал и разместил на моей страничке. Аликс Автостоп телеканала YouTube в интернете, естественно. То есть, если вы когда-то видели мою камеру, направленную на вас, то наверняка с вероятностью 90% все же такой сохранился. И вы можете посмотреть, как оно было ранее и как стало теперь, что достаточно интересно. Но мы сейчас, после того, как я травушку-муравушку себе заправлю, обратимся к тому, что мы продвигаем меккер с рестораном Никкеров. Видишь, мы обратимся к здоровью. Потому что здесь вам не предложат, во-первых, левую еду. Сами смотрите, как можно такую еду назвать левой. Во-вторых, вам не предложат то, чего вы будете болеть. А что это такое? Ну, давайте остановим этот сюжет. Зайдем в интернет, забьем туда ресторан Никкеров или Челейкин Никкеров и поймете, что я сейчас буду пивать. Естественно, магическим образом нас приветствует блондер-бир чешская. И вот мы теперь уже спокойно и абсолютно точно приехали в Чехию. Но в Чехии я не был, потому что один товарищ меня обломал. Мы хотели приехать в Германию, купить автомобиль и немножко деньги заработать. Но в результате мы в Германии... Во-первых, я простыл. Мне там не сильно понравилось в октябре. Я понял, почему фюрер все-таки оттуда ноги делать собирался. Потому что не совсем комфортная обстановка. Хотя и есть и пиво. Хотя там пиво мне не сильно понравилось. Говорят, в Праге хорошее. Но не был. Вот. Но теперь имею возможность быть в Некерве. И раз мы взяли самое пивное блюдо, то есть колбаски на гриле, которые никуда вас не торопит, ну, такое съесть за один заход и очень быстро, это неправильно. Эту колбаску закидываете и плавненько общаетесь. Но если вам не с кем общаться, общайтесь с пивом. Конечно, блендер бин. Потому что оно вас именно провоцирует на общение. То есть глубокий, хороший глубокий глоток. Как я обычно делаю. Вот такое пиво пьется так. Ну, по крайней мере, я его так люблю. Я не понимаю, как можно со стаканчиком сидеть и подтягивать его. Я поел вкусно, сытно. И съел. И запил его. Тем ароматом, который когда-то был нам известен. После того, как мы не открыли для себя возможность в пиво добавить, допустим, глицерин, чтобы оно подольше стояло, да? И сразу по нему у тебя такой сладковатая порнография. Понимаете? Вот. В спирт того Верхневуральского пивного завода, еще того образца 90-х годов, никогда в жизни не добавляли спирт в пиво, имеется в виду. Ну, сейчас этим грешат практически все производители пива. То есть есть такая штука, как пивной концентрат. Грубо говоря, это такая бутылка, ну, как юпи, понимаете, да? Потому что пиво настоящее, оно не бывает прозрачным. Оно вот такое мутненькое. А вы это пьете. А что потом? Я вам расскажу, что потом. Вообще-то употребление алкоголя никоим образом не влияет на продолжительность вашей жизни. И оно никоим образом не разрушает ваш организм, если это хороший алкоголь. То есть если это хорошая водка, а не всякий там ликер. Потому что спирт и сахар – вещи несовместимые. Кстати, чтобы вам было понятно. Помните рекламу о Сенсиале? Возьмите, прочитайте. Оказывается, Сенсиале разведена чем-чем? Спиртом обыкновенным. Поэтому губит людей не пиво хорошее. Губит людей говенненькое пиво. Которого здесь, в Дякирове Рижес, вы не попробуете. Потому что это наши правила. Только качество, только блондер-бир. И только натуральная, хорошая еда. Так что хотите попробовать и понять, что же лучше есть то, что сделано в Магиногорске, и то, что приготовлено 40 километров буквально от нас, в Верхнеуральске, тогда сюда. Либо в другое мое заведение. Но об этом чуть позже. И как работник телевидения с самым большим совокупным стажем, доложу. Вы живете в атмосфере эфирной дезинформации. И единственный канал, вызывающий гордость и уважение, это Звезда. Остальное даже без комментариев. Интернет. И особенно российские, тоже кака. Но интернет позволяет узнать больше и посмотреть еще раз. И поделиться с другом и семьей. Да потому что это не эфир. Поэтому, если кто-то не успел узнать свежак про свежак, и про ресторан некеров, то в интернет.